В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. В новом формате прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Доступный интернет по всему округу. Глава региона обсудил проблемы телекоммуникации. Приехали на время, а остались насовсем. Как Ненинский округ стал родным. Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений она прошла в новом формате по видеоконференц-связи с элементами прямой линии. Вопросы главе государства задавали журналисты и жители России. Уровень безработицы у нас был в начале года 4,7%. Сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3%. Ну, об этом наверняка еще будем говорить. И пока аккредитованные журналисты задают свои вопросы первому лицу государства в специально оборудованных аудиториях с соблюдением всех эпидемиологических мер, остальные граждане прильнули к экранам телевизоров. В том числе и первые лица Ненинского округа. Когда были вопросы о ковиде, они не касались нашего конкретно региона. Для меня это сигнал, чтобы мы дополнительно проверили выплаты врачам, качество СИЗов, которые поставляются в лечебные учреждения. То есть, все это станет на повестку уже в ближайшие дни. Ежегодная пресс-конференция поднимает острые для жителей страны проблемы. В этом году без массовых праздников остаются самые маленькие граждане России. Эта несправедливость будет компенсирована. Ну и в заключении, конечно, вот эта информация, которую сказал президент о том, что все семьи, в которых есть дети до 7 лет, получат выплаты по 5 тысяч на каждого ребенка. Ну это по-настоящему новогодний подарок для всех семей, в которых есть дети до 7 лет. Мне очень понравилась позиция президента, когда он сказал, что главный принцип, универсальный принцип, которым он руководствуется в своих действиях, это то, что полезно для страны, то и нужно делать. Депутаты окружного парламента тоже не остались в стороне от важного события. Трансляцию пресс-конференции они смотрели в кабинете председателя собрания. Задается вектор. Вот какой-то практический вектор в решении тех злободненных задач, тех вопросов, которые простых, сложных, те, которые действительно волнуют людей. И они, наверное, являются общей составляющей для того, чтобы мы могли с общих позиций совместно решать те задачи, которые стоят перед нашей большой стороной. Депутат окружного собрания Наталья Кордакова подготовила ряд вопросов президенту, которые направила на специальный портал. Все они основаны на самых частых обращениях жителей округа. То, что касается регистрации браков на селе. У нас было обращение от собрания депутатов правительства о том, что необходимо, чтобы удаленно можно было делать это в сельских населенных пунктах. Но на сегодняшний день вопрос так и не решен. То есть, если молодые люди захотят зарегистрировать брак, они могут через МФЦ подать заявление, а на регистрацию должны приехать сюда. Также в список вошел вопрос о бесплатном зубопротезировании пенсионеров. Распространение федеральных мер поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока на территорию Арктической зоны. Изменение сроков рассмотрения накопления отходов в труднодоступных населенных пунктах Арктики, увеличив их до 36 месяцев. Возникают вопросы непосредственно по вывозу этих отходов. А там всего 11 месяцев. И мы обращались в дни Совета Федерации. Дни на Совете Федерации, когда поднимали этот вопрос, чтобы увеличили с 11 месяцев до 36 хранения. И второе, это чтобы федеральные средства предоставлялись на приобретение локальных установок. Новый формат, в котором проходит пресс-конференция, когда возможность задать вопросы главе имеют не только журналисты, но и жители страны, помогают понять проблемы населения. Поставлены задачи, которые необходимо решать, в том числе и органам государственной власти. Для меня это очень важно, потому что, как представителю Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе, именно ОНФ будет вести контроль за теми поручениями, которые даст президент по итогам пресс-конференции. В этом году большая пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут. За это время глава государства успел ответить на 60 вопросов, включая вопросы представителей СМИ и поступившие в колл-центр обращений от граждан. Ольга Русул, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Председатель собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов рассказал о планах регионального парламента на ближайший год. На заключительной в этом году сессии он представил программу законотворческой деятельности. Предварительно в план включено 27 законопроектов. В первом полугодии в окружном парламенте рассмотрят изменения в закон Ненецкого автономного округа о бюджетном процессе. Депутаты подготовят обращения в правительство по вопросу дополнения резидентов арктической зоны России некоммерческими организациями, в их числе и организации потребительской кооперации общины коренных малочисленных народов Севера. Окружные парламентарии предлагают внести изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации. Речь идет о предоставлении субсидий по доставке бензина для нужд жителей сельских населенных пунктов. Из полученных предложений сформирован проект примерной программы законотворческой деятельности окружного собрания на очередной 2021 год. Предложенный проект программы состоит из 27 пунктов. В первом полугодии планируется рассмотреть проект закона о помощи детям-инвалидам. Законопроект предусматривает оплату за счет средств окружного бюджета, обучения в специальных образовательных организациях, расположенных за пределами Ненецкого округа, а также оплату проезда к месту учебы в специальных образовательных организациях и обратно до окончания обучения и достижения 18 лет. Кроме того, на заключительной в этом году сессии Александр Лутаминов подвел итоги года. Его особенностью, наверное, было то, что мы без раскачки его начали в Совете Федерации. Если вы помните. Я считаю, что это была очень напряженная работа. Также спикер отметил, что в это время был выстроен задел экономической программы региона не только на весь 2020 год, но и на перспективу. В Совете Федерации были учтены предложения нашего региона. В программу вошло порядка 14 пунктов. Те вопросы, которые касаются софинансирования программ из федерального бюджета, они достигли отметки свыше 80%. Софинансирование по госпрограммам, по национальным проектам. Это очень и очень важно. Если вы помните, буквально 2-3 года назад у нас такой возможности использовать средства федерального бюджета, такой возможности и в таком объеме не было. Александр Лутовинов отметил, что возникли некоторые трудности в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в регионе. В частности, это касается непосредственного контакта парламента и избирателей. Но этот пробел обязательно будет восполнен в новом году. Мы преодолеем вместе трудности, которые сейчас возникли, и сумеем в следующем году вот этот пробел максимально восполнить. Напомним, что первая сессия окружного парламента в 2021 году запланирована на 4 февраля. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Интернет по всему округу сегодня это не миф, а возможная ближайшая перспектива. Теме развития телекоммуникации на селе посвятили рабочую встречу главы региона Юрия Бездудного с руководством профильного департамента и Ненинской компанией электросвязи. Все подробности в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Строительство каналов связи для развития телекоммуникации на селе начиналось еще в 2013 году. Сотовая связь появилась по направлениям Наринмар-Оксино-Великовисочная-Наринмар. На сегодняшний день в сельских населенных пунктах охват мобильной связи достаточно высок – 93%. То есть самое главное, что мы сегодня обеспечили всех жителей обруга устойчивой мобильной связью. Теперь следующий шаг – это дать возможность пользоваться не только в Наринмаре, не только в поселке Искателе или в Красном, всеми интернет-сервисами, но дать такую возможность жителям и отдаленных населенных пунктов. Но тогда нам придется расширить канал связи и увеличить эту субсидию. Вообще, в плане обеспечения услугами связи, жители глубинки защищены 126-м федеральным законом. И даже в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек, должна быть как минимум одна точка доступа к интернету. Но, как правило, весь интернет забирает на себя социальные объекты. Чтобы устранить цифровое неравенство, в профильном департаменте решили обратиться за помощью в федеральный центр. Ненецкий округ подал свои пожелания. И у нас утвержден приказом Министерства цифрового развития 19.08. Вошло 15 населенных пунктов. Причем в нескольких, вернее в большинстве, уже устранить цифровое неравенство произошло. Но вот такие деревни, как Анник, Варник, Верхняя Пеша, Волоковая, Волучейский, Хангурей, Макарова, Щелина, в которых нет ни базовой станции своей, ни наличия Wi-Fi, вот этого столба, которая в Ростелекомправе. Я думаю, что список, конечно, будет меняться, но вот эти точно останутся и будут за счет федеральных средств. То есть мы входим в федеральную программу, и вот те населенные пункты, которые вы только что назвали, в этих населенных пунктах будет установлено дополнительное оборудование. Да, 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 именно так. На сегодняшний день уже построено четыре важных высотных объекта на территории округа. В Вандиге там есть проблема, которую пытались решить разного рода репитерами, повторителями, но без высотного объекта ничего не получается. Поэтому мы построили, тоже организуем прямой канал с Нарьимара и канал с Красного, значит, для того, чтобы вот эти направления усилить и зарезервировать. У нас получается такой, своего рода, треугольник будет, когда в случае каких-то проблем, значит, одно направление не работает, будет работать другое. И у нас появится возможность оказания бесперебойной услуги. В свою очередь Юрий Бездудный поблагодарил за проделанную работу ненецкую компанию электросвязи и также отметил важность обеспечения жителей региона бесперебойной связью. Люди не должны чувствовать разницу между тем, где они живут. На Нарьимаре они живут, в поселке Искателей, или в Чиже, Пёше, или в Амдарме. Они должны пользоваться этими услугами, они привыкли пользоваться этими услугами. Тем более, что с каждым днем появляются все новые и новые сервисы. Вот вы даже теперь данные все счетчиков передаете, представляете? Поэтому, конечно, нужно работать над тем, чтобы расширять эти каналы, передачи данных. И очень важно, что вы устроите радиорылейную линию, которая одномоментно будет и каналом связи, и будет обеспечивать еще вокруг мобильной связью. Добавлю, план развития связи в Ненецком округе рассчитан на три года. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Нарьимар продолжает готовиться к Новому году. На этой неделе к созданию праздничной атмосферы подключили жители микрорайона «Старый аэропорт». В этом году здесь установили елку, которую ТОС приобрели на средства окружного гранта. Александра Литкова расскажет подробнее. Братья Костя и Женя первыми повесили игрушки на новую елку в микрорайоне «Старый аэропорт», дружные жители которого всегда стараются встречать Новый год вместе. Впрочем, совместно они проводят не только праздники, но и принимают активное участие в благоустройстве своего микрорайона, реализуют социальные проекты и участвуют в городских и окружных грантах. На один из них в этом году удалось приобрести новую елку. У нас была елка, елка была маленькая, и дети ее сломали. Сколько бы мы ее не ремонтировали, она постоянно ломалась, падала. И поэтому мы решили купить новую елку и обратились в Департамент внутренней политики, с заявлением о предоставлении субсидий, выиграли конкурс субсидий. И приобрели шестиметровую елку, которую собираем в этом году. Средств гранта хватило только на елку, поэтому активные жильцы частного сектора деньги на гирлянды собрали сами. Игрушки на елку тоже каждый принесет сам. Силами наших жителей, старого микрорайона, неравнодушных жителей, мы собрали деньги и приобрели гирлянды. В прошлые годы елку устанавливали на детской площадке, а в этом, в связи с размером новогоднего символа, было решено поставить ее на частной территории, которую предоставил один из жителей микрорайона. Как только снега станет достаточно, здесь же планируют установить горку. Мы в этом году планируем здесь собраться, здесь больше места, мы здесь можем и в хоровод поводить, и мероприятия провести, да и дети. Еще планируется здесь горку поставить. Но надо, конечно, снег. Вот будет снег, построим здесь горку, и детишкам будет раздуль. Традиционно почти каждая семья в микрорайоне украшает свой двор. Вот и на этот раз символ 2021 года. Бык уже занял почетное место в одном из них и стал местной достопримечательностью. Ну а торжественное открытие елки, игровая программа и первое представление для детей состоится уже 20 декабря. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Наш следующий материал о людях, которые однажды выбрали суровый север. У каждого из героев на это были свои причины. Но ни один из них ни разу не пожалел о том, что остался в Наринмаре. Манящий длинным рублем и новыми профессиональными горизонтами, Крайний Север многие годы притягивал не одно поколение геологов, летчиков, врачей и других специалистов. Кто-то приезжал по распределению, кто-то на пару лет подзаработать. Но многие так и оставались во власти невидимой силы притяжения Заполярья. Светлана Третьякова, например, приехав на Наринмар в 2000 году в поисках новой работы, не ожидала, что задержится в городе на 20 лет. Именно здесь творческая личность нашла почву для самовыражения. С ее легкой руки были организованы многие концерты клуба самодеятельной песни, открытые радиостанции «Русское радио» и «Наше радио в Наринмаре». Ну вот, говорят, маленький город, мало возможностей и так далее. На самом деле, в Наринмаре я реализовалась с разных сторон, творческие. И я была предпринимателем. И вот, как я говорила, что я занимаюсь внутренним, внутрикорпоративным пиаром. Немножко журналистики, немножко какой-то творческой работы, благотворительности. Поэтому, что называется, не ленитесь. И я считаю, что Наринмар — это хороший, очень хороший трамплин для того, чтобы начинать себя реализовывать. Здесь масса возможностей. Место для профессиональной реализации нашел в Наринмаре и известный экозащитник Сергей Уваров. В округ в первый раз он приехал на летние полевые работы. Потом еще раз и в итоге остался. За 13 лет жизни в регионе ему удалось восстановить несколько сотен гектаров природных экосистем после недропользователей. Отец троих детей среди плюсов жизни на севере выделяет основной, по его мнению, количество свободного времени на общение с родными за счет отсутствия пробок и больших расстояний. А еще у Сергея в почете уникальная природа и душевные люди. Вообще регион на самом деле уникальный по сравнению с тем, что я видел, а я много где бывал в России. Больше всего мне нравятся в нашем регионе это люди, потому что чаще всего о любом регионе судят не только по каким-то внешним качествам, а прежде всего по людям. И вот наш регион малочисленный, но люди в нем дружны, все друг друга знают, все как-то стараются друг другу помочь. И это как бы, ну, вносит свои как бы приоритеты. Я думала, ой, хоть бы не Наринмар. Я не знала, что это такое, только слышала песню «Наринмар, мы Наринмар». Мне казалось, что это где-то далеко и холодно, но в принципе так и оказалось. Есть и те, кто приехал сюда не по своей воле. Жены военных во все времена следовали за своими мужьями даже на край света. Так получилось и с известной в городе охотницей за северным сиянием Марии Самыловой. Спустившись с трапа самолета вместе с дочерью в октябре 2010 года, она с трудом переселила желание тут же вернуться обратно. Больше всего не хватало солнечного света, а еще кинотеатров и торговых центров, родителей и друзей. Холодными вечерами Мария представляла, что ее муж придет с работы и скажет, что его переводят в другой город. Но все изменилось через три года. «Сейчас я не хочу уезжать отсюда. Я хотела бы вообще, вот я планирую свою жизнь будущую здесь провести. Ну, по крайней мере, мне так видится. Мне бы хотелось жить здесь. Здесь очень здорово, здесь очень комфортно. У меня здесь родился сын, коренной Наринмарец. Я хотела бы здесь, да, потому что этот город очень удобный для жизни. Он очень классный. Он маленький, компактный. Здесь прекрасные воспитатели у моих детей и у моей дочки были, и сейчас у моего сына. Прекрасные учителя, прекрасные педагоги, которые обучают на дополнительном образовании мою дочь. Педиатр восхитительный. Для меня это очень важно». Сведения об уникальных местах нашего края собраны в энциклопедии Ненецкого округа. А еще в последнюю версию издания вошли статьи о выдающихся людях и явлениях. Одно из них – блок Чумотека, который читают в 146 странах мира. Его создательница Ирина Коткина, этакая гайдаевская спортсменка-комсомолка и просто красавица, оказалась в Наринмаре по воле случая. Вместе с маленькой дочерью 30 лет назад она прилетела сюда в поисках лучшей жизни. Кромешная тьма полярной ночи, встретившая путниц, наводила тоску. Приходилось подключать фантазию. «Честно скажу, было страшно. Когда сюда ехала, подруга снабдила меня цветными нитками и сказала, если будет очень тяжело, будешь береты вязать и продавать. Поэтому я представляла себе, как я сижу возле окошка, за окошком тьма, мороз, метель, а я вяжу эти береты. Береты разноцветные, весь город в беретах, и уже вроде как не так страшно. Вот для меня эта земля стала второй родиной, и это земля с человеческим лицом, которая согревает, которая дает силы жить и дает энергию, которой я могу делиться с другими». У Севера, несомненно, есть секрет, про который говорят все, кто побывал здесь хотя бы раз. В чем он заключается, никто не знает наверняка, но совершенно точно то, что он меняет людей, нащупывая в их душах драгоценный камень, а суровый климат обтачивает его ветрами и вьюгами, превращая в самоцвет. Север проникает в ДНК человека, становится частью существа. И даже те, кому пришлось однажды покинуть земли вечной мерзлоты, говорят, что его тепло остается с ними навсегда. Того, кто в Заполярье побывал, наш край себе на реке привязал. Екатерина Дементьева, Вадим Стасик, Антон Водряков и Дмитрий Лукевич. Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.